МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отказ от пластиковой тары, вторичная переработка, сокращение отходов и выбросов. Уже сегодня экологические вопросы прочно вошли в стратегии многих розничных компаний. И очевидно, что в ближайшие годы госрегулирование сферы обращения с отходами и с упаковкой будет только ужесточаться. Чтобы обезопасить себя от возможных рисков в будущем, ритейлерам нужно прямо сейчас искать новые решения в производстве, в операционной деятельности, в обращении с тарой и отходами. В то же время методы безотходной экономики не только оправданы с экологической точки зрения, но и приносят бизнесу выгоды. Внедрение принципов устойчивого развития – важный пункт в повестке для всех крупных FMCG-компаний. В рамках данной сессии наши спикеры обсудят, как FMCG-ретейлеру удовлетворить изменяющиеся потребности покупателя и в то же время оставаться зеленым. Как перейти на зеленую сторону? Поговорим с экспертами и я передаю слово Игорю Ермаченкову, руководителю направления «Экология» редакции «Наука» информационное агентство «ТАСС». Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые посетители технопарка «Сколково». На эту тему сегодня у нас здесь в «Сколково» просуждают Пека Вильяткайнин, советник председателя Совета директоров фонда «Сколково», а также основатель и генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. С нами на связи известный бизнес-футурист Сесилия Соммерс, также руководитель управления устойчивого развития сети «Магнит» Надежда Галактионова, Александр Гришков, старший директор по устойчивому развитию компаний «Пепсико», «Россия», «Украина» и «СНГ». И первый вопрос у меня, госпожа Сесилия Соммерс, скажите, пожалуйста, ожидается, что безуглеродная экономика будет запущена во многих странах мира уже к 2050 году. И расскажите, какими темпами переходит на низкоуглеродное развитие сектор FMCG в мире? Добрый день, я хотела бы вас всех поприветствовать. Я сейчас нахожусь в США, в Миннесоте, и мне очень приятно сегодня участвовать в прекрасной такой конференции. И то, что касается наших ожиданий, у нас достаточно много целей, которые мы определили для себя на последнем саммите. Особенно то, что касается, например, безотходной экономики, то здесь к 2050 году мы ожидаем достаточно много целей. Это критично для нас. И, конечно, у нас кризис, вот этот кризис, который был вызван ковидом-19. И, как ни странно, этот кризис нас подталкивает к новым решениям и помогает нам в работе. И то, что касается следующего десятилетия, мы будем трансформировать бизнес. На что мы хотим обратить внимание? Это на то, что кризис, климатический кризис, он очень критичный для нас, и он разворачивается по всему миру, и бизнес становится таким, что ему необходимо меняться. Рынки также должны меняться. Что это значит для нас? Это значит, что мы ищем способы не только быть устойчивыми, не только разрабатывать социальную ответственность, но мы хотели бы создавать более экологические продукты, и хотели бы модернизировать организацию бизнеса. Это и поставка, цепи поставок, которые отвечают за также выбросы различные и за бизнес-операции. Когда мы осуществляем такую трансформацию в бизнесе, то это трансформация систем. И тогда мы смотрим по тому, как работают цепи поставок по всему миру. И это партнерство. И партнерство даже между конкурентами, между правительствами, некоммерческими организациями и также с обществом. Это абсолютно другой способ, как мы работаем. Нам необходимо также иметь соответствующую инфраструктуру. Мы не можем себе представить, что этого не будет. Естественно, у нас сейчас цифровая экономика. И интересно будет посмотреть, как цифровые технологии нам помогут также достигать наших целей. Мы будем более прозрачными. И также нам эти технологии будут помогать во всех сферах. И мы видим, что бизнес становится более сфокусированным на целях. Мы становимся более осознанными. И более осознанно относимся к тому, что мы делаем во всех направлениях. То, что касается системы пищевых продуктов и системы потребления текстиля, например, это основные такие направления, в которых мы будем модернизировать нашу работу. И на этом этапе мы ожидаем, что будут очень много изменений. Вот именно конкретно за следующие 10 лет мы будем модернизировать модель. И, конечно же, к 2050 году, я думаю, действительно мы станем безотходной экономикой. Вы еще останетесь с нами до конца обсессии. И я бы хотел теперь спросить советника, председателя совета директоров фонда «Сколково» господина ОПЕКО Вильяк-Докайнина. Вот Сесилия Сомерс сказала, что компании сейчас находятся в состоянии кризиса, но в то же время сети пробуют новые зеленые подходы в торговле, пытаясь найти наилучший баланс между прибыльностью и экологией. Какие изменения в бизнесе розничных компаний вы замечаете к сегодня и к чему они это могут привести? Спасибо большое за вопрос. Во-первых, я думаю, что моя роль здесь на данной сессии – это такая моя другая шляпа. Это председатель «Сколково» фаундейшн. Я не ангел-инвестор, и у меня немного другая здесь роль. Я инвестирую в 28 компаний, в стартап-компании, инвестировал в нескольких странах. И у меня такая мантра есть – инвестировать в зеленые технологии. Неважно, какая-то компания, какая-то солнечная компания в каких-то северных странах или еще что-то. Пять лет назад я инвестировал в такую тривиальную проблему, в органическую, например, еду, в общем-то, в рыбу. Но на самом деле это все не так просто. Компания попросила меня стать председателем Совета директоров, и они хотели полностью выращивать рыбу, но на суше, так скажем. И хотели иметь безотходную экономику, низкоуглеродные выбросы, и хотели бы очень свежие продукты. И, например, 6 часов после забоя рыбы, эта рыба должна была попасть к потребителю. То есть очень свежие продукты. В течение первых четырех лет мы уже выстроили полномасштабный завод 45 миллионов евро. Это вообще не видите ни инвестора, ни ангельское инвестирование. Мы смогли выращивать рыбу без какого-то плохого влияния на природу. У нас электричество мы получали от ветреных источников энергии, солнечной энергии. То есть практически у нас не было никакого углеродного следа. Три недели назад мы закончили 45 миллионов евро финальную инвестицию в этой компании. То есть мы построили огромную, такой гига, огромный завод. И мы планируем также и в России сделать филиал, локализацию. Почему это так интересно? Почему я об этом рассказываю? Мы сейчас рассказываем о 300 миллиардов долларовой индустрии. И люди меняют сейчас свои привычки. Мы видим, что у нас недостаточно рыбы. И то, что касается традиционного рыболовства, то мы видим, что очень много загрязнений в океанах, в реках. Поэтому, может быть, нам стоит рассматривать какие-то другие возможности. Но я не самый такой большой акционер, в общем-то, в этой компании. Но сейчас мы видим, как это растет. И растут вот эти такие тенденции по всему миру. И мы, вы знаете, являемся лидерами сейчас выращивания рыбы, вот такой свежей рыбы, свежего продукта. Почему это стало возможным? Мне кажется, это важно упомянуть. Это можно делать только с деньгами. Это, в общем-то, комбинация искусственного интеллекта, распознавание лиц, всех этих технологий, о которых сейчас упоминалось. И когда мы это делаем дружелюбным образом, экологичным образом, это очень важно. Но здесь нам нужны очень много различных технологий, чтобы сделать это на самом деле таким вот высокотехнологичным способом. И очень много профессоров со мной работали над этим. Я вот в течение этих пяти лет, вы знаете, я сам изменил свое тоже поведение. И миру нужна рыба. И каким-то образом нам необходимо еще и не разрушить планету, в общем-то, выращивая, например, те или иные продукты. Я думаю, что в России, например, немного люди скептично относятся к климатическому изменению. Они считают, что, может быть, не так уж и быстро изменяется климатическая ситуация. Но на самом деле мы должны, может быть, наши цели ставить к 2030 году. Я считаю, пять лет назад, например, в автомобильной индустрии в Лас-Вегасе, в Мерседесе говорили, что следующая декада будет декадой дизеля. Но сейчас мы видим, что дизеля нет, в общем-то, и вот в течение этих пяти лет. То же самое, как в США и производство еды. Здесь тоже, может быть, не будет каких-то драматических изменений или будет, мы пока не знаем. Скажите, пожалуйста, вот этот опыт создания экологичной поставки рыбы, он может быть расширен? Потому что сети же, они и мясо закупают, и хлеб выпекают. То есть очень таких, мы много потребляем таких, ну, простых, ну, простой вот еды. Вот можно ли всю вот эту вот еду сделать экологичной и низкоуглеродной? Да, безусловно, я уверен. Я вообще простой человек, я не только там на рыбе фокусирую свое внимание, естественно, на других продуктах тоже. Здесь, конечно же, то, что у нас так много отходов, естественно, этим мы разрушаем планету. Поэтому здесь необходимо просто, в общем-то, акцентировать внимание на все это. 35% — это выбросов от, например, выращивания еды, изготовления еды. И, может быть, мы не сведем к нулю выбросы, но мы можем сильно их снизить. Поэтому, да, конечно, это касается не только рыбы. К 2030 году все успешные экономики смогут выращивать еду с очень небольшим количеством выбросов. А те, кто не смогут этого сделать, скорее всего, они не будут процветать. Надеюсь, что так оно и будет. И теперь я бы хотел поинтересоваться у представителя сетей, сети «Магнит», у Надежды Галактионовой о том, как она увидит ситуацию. Вот есть ощущение, что ритейл, особенно крупный, с учетом его влияния с одной стороны на производителей, а с другой стороны на покупателей, может играть более заметную роль в создании экономики замкнутого цикла. Какой должна быть эта роль, и когда мы сможем увидеть конкретные шаги в этом направлении? Да, большое спасибо за вопрос, Игорь. Добрый день, уважаемые коллеги. Присоединясь к словам «Систиле» очень предстоит участвовать в сегодняшней дискуссии. В общем, действительно, ритейл, особенно большой географически распространенный ритейл, является серьезным игроком в плане выстраивания экономики замкнутого цикла. И здесь, в общем, Магниту скорее посчастливилось выступать, по сути дела, в двух ипостасях, в двух ролях, поскольку мы, помимо того, что управляем 25 тысячами торговых точек, еще и развиваем 17 собственных производств. То есть мы, по сути, и ритейлер, и производитель одновременно. Если говорить об экономике замкнутого цикла, о возвращении отходов в дальнейшую переработку, то здесь нам кажется важным отметить несколько моментов. Во-первых, решения о переходе на более экологичные виды упаковки, об экологизации, должны быть не спорадическими, а стратегическими. Они должны быть закреплены в стратегии компании и, в общем, системно внутри компании разрабатываться. В этом смысле, мне кажется, в России сейчас все очень хорошо, поскольку большинство больших производителей, конечно же, такие стратегии имеют, и публичные обязательства на эту тему имеют, и большой ритейл тоже не так. Так давно, в общем, к этой истории присоединился и также такие обязательства имеют. К примеру, в прошлом году в «Магните» была принята стратегия устойчивого развития, в рамках которой есть два публичных коммитмента на тему упаковки, отходов упаковки. Один из них — это то, что по результатам 2025 года 50% нашей упаковки, собственной торговой марки и собственного производства, должны быть экологичными, то есть перерабатываемыми, многоразовыми или компостируемыми. А также мы хотим, чтобы 100% нашего пластика от операционной деятельности, я имею в виду тот, который образуется у нас в торговых точках, был собран и в дальнейшем правильным образом утилизирован, а не отправился на полигон. Второй момент, который мне хотелось бы отметить, — это то, что реализация вот таких экологичных решений, решений при переходе на экологичные виды упаковки, должна быть поэтапной, продуманной и поддержанной экспертным сообществом. К примеру, мы являемся заказчиком большой линейки собственной торговой марки. У нас там больше, чем 2000 SKU в портфеле торговой марки. В прошлом году мы проанализировали большую часть нашей категории. Это средний и средний плюс ценовой сегмент. Всего нам удалось проанализировать 711 SKU. 160 производителей участвовало в этой большой работе. И если там говорить о деталях, то 2000 элементов упаковки были нами проанализированы совместно с нашими коллегами, экологическими экспертами. В результате нам показали, что только 37% нашей упаковки STMSP не являются перерабатываемыми в текущий момент. Но, казалось бы, да, вроде как commitment мы уже практически выполнили. Тем не менее, конечно, мы не хотим оставлять эту ситуацию такой, какая она есть. Мы планируем вот эту часть неперерабатываемой упаковки переводить все-таки в экологичную зону. И в первую очередь это наша работа вместе с нашими поставщиками, вместе с нашими производителями. Часть из них, мы ведем такую работу, да, часть из них говорят о том, что, ну, в общем, достаточно просто-просто поменять материал, из которого делается определенная упаковка. Но большая часть все-таки решений — это решения сложные. Здесь есть определенные барьеры, определенные, скажем так, ступ-факторы. Это и стоимость материалов, которая может быть там кратно выше относительно текущих используемых материалов. Это требует перенастройки производства зачастую. Иногда производители говорят о том, что нужно закупать новое оборудование для того, чтобы менять эту упаковку. Но и инфраструктура сама по себе экономики должна меняться, поскольку весь наш объем, а он у нас большой, должен быть обеспечен вот новыми экологичными материалами. Здесь, мне кажется, очень важным, то, что говорил Сеселий, чтобы эта работа не ввела только одной компанией ради одного ритейлера, пусть даже самого большого, а эта работа была отраслевой, большой и, ну, такой целостной, что ли. Если же говорить о том, что наша часть, что касается нас как производителя, хотя, конечно, там у нас есть еще новые решения, и мы стараемся тестировать инновации, которые появляются на рынке и собственными силами, и с использованием экспертных лабораторий, например, компании Сибур. Но если говорить о нас как о ритейлере, то здесь, мне кажется, важным отметить еще следующий момент. Во-первых, наши операции как таковые, то, что происходит у нас в магазинах, сейчас все, что к нам приходит в нашу торговую точку, я имею в виду та упаковка, которая товарная приходит, а это и пластик, и картон, и поддоны, она вся собирается раздельным образом, отправляется дальше на наш распределительный центр, где обрабатывается, кипуется и дальше передается на упаковку, на переработку дальнейшую. И здесь у нас, в общем, тоже есть такой маленький пример экономики замкнутого цикла реализованный, поскольку один из поставщиков наших пакетов получает от нас, собственно, вот эту нашу пленку из распределительных центров и делает для нашей торговой сети пакеты. Говоря о пакетах, там всегда к ритейлеру возникает вопрос, а что у вас с пакетами? Мы в прошлом году перешли на пакеты с содержанием 30% перерабатываемых в пластике, перерабатываемых материалов, планируем увеличивать это число, но это, конечно, достаточно сложная R&D такая процедура, поскольку вместе с тем, чтобы добавлять туда перерабатываемый материал, переработываемый, простите, необходимо еще следить за характеристиками этими пакетами, потому что он должен быть прочный, нужно смотреть комплексно, да, LCA-анализ говорит о том, что, в общем, жизненный цикл не должен его уменьшаться. Это такая наша собственная маркетинговая коммуникация. Если говорить в целом о том, как мы разговариваем с покупателем, то здесь, поскольку мы ритейлер, да, и у нас есть прямой доступ к 13 миллионам покупателей, которые каждый день появляются в наших магазинах, нам кажется очень важным коммуницировать людям правильные посылы, правильные месседжи, чем мы охотно и с радостью занимаемся, в том числе и в большей части, на самом деле, с нашими партнерами, большими FTCG-игроками. Тут, в общем, сложно кого-то не упомянуть, это и присутствующая здесь уважаемая компания Pepsi, и Henkel, и Procter & Gamble, и что называть, you name it, да, легче сказать, кто нет. И здесь, мне кажется, очень важным вот этот посыл донести до нашего потребителя о том, что правильное ответственное потребление делает тот отход, который образуется у них в домохозяйствах, не мусором, а ресурсом, и он может обвести вторую жизнь. И вот этот вот правильный посыл и изменение экологического сознания, воспитание экологического сознания у нашего покупателя, нам кажется, одной из важных наших миссий, помимо того, что партнерство и правильное устраивание отношений со всеми стейкхолдерами поможет нам все вместе создать вот такую правильную экономику замкнутого стейкла. Спасибо, Надежда. Надеюсь, что Ваша миссия завершится успехом. И для Вас есть этот вопрос. Анна Сорохина спрашивает, как Вы считаете, почему в России до сих пор нет системы, подобной немецкой? Я имею в виду сортировку мусора на уровне домохозяйств. Когда за неотсортированный мусор берут в два раза больше за вывоз, чем когда он отсортирован? Да, спасибо большое за вопрос, Анна. Наверное, как ритейлер я вряд ли смогу быть очень экспертной здесь. Но мне кажется, что, во-первых, это, конечно же, вопрос, вот то, о чем говорила Сесилия, то, о чем только что поминала я, это вопрос общих правил игры, договоренностей. Если все участники рынка, а это и производители, и ритейлеры, и переработчики, и органы государственной власти договорятся о том, что вот эти фракции мусора легко перерабатываются, и мы будем их правильным образом собирать и сортировать и так далее, то дальше, в общем, эти решения легче и проще коммуницировать, опять же, с помощью нашей, в том числе, всем потребителям. Поэтому тут вопрос комплексный. Я надеюсь, что все-таки мы придем к ситуации не хуже и лучше, чем в Европе. Я думаю, что у нас все для этого есть. Спасибо Вам большое за ответ. Привет. Мы услышали, что думают торговые сети, а теперь хотелось бы спросить, что думают компании-поставщики. И я передаю слово Александру Гришкову, старшему директору по устойчивому развитию компании «Пепсико Россия», «Украина» и «СНГ». Александр, скажите, пожалуйста, Ваша компания производит продукты, питание и напитки, создает новые виды упаковки, развивает зеленые технологии. Расскажите более детально о Вашей стратегии и проектах завтрашнего дня. Какие зеленые изобретения Вы будете внедрять? Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать. Начнем с того, что, конечно, компания «Пепсико», как и многие другие «СНГ» крупные игроки глобальные, занимается устойчивым развитием уже длительное время. Я думаю, что повестка так остро стоит на повестке дня 10-15 лет, но сейчас действительно важно отметить, что мы существенно ускоряемся. И недавно, не далее, чем в сентябре 2021 года, мы глобально объявили о новой интегрированной программе трансформации, которую мы называем «Пепсико Позитив» или «Позитивный эффект» от компании «Пепсико», которая работает в трех ключевых направлениях. Это устойчивое земледелие, это устойчивые цепочки поставок и более правильный выбор для наших потребителей. Я бы сказал, что ключевым отличием этой программы от того, что происходило раньше, это, конечно, две основных вещи. Первое, мы действительно приближаем эту программу к конкретным географиям, странам, партнерам, с которыми мы делаем бизнес во многих странах мира. То есть в нашей терминологии это приближение программы к так называемым бизнес-юнитам. Программы становятся менее корпоративные, более ориентированные на каждого потребителя, каждого клиента. А второе, конечно, большое изменение, это то, что, как говорила Сесилия и, конечно, упоминала Надежда, в том числе наши вызовы в области устойчивого развития нарастают год в году, поэтому, естественно, мы не можем на это не реагировать и устанавливаем более амбициозные цели в направлении устойчивого развития. Опять же, здесь можно очень долго дискутировать на тему, насколько достижимы эти цели или насколько недостижимы. Наша позиция заключается в том, что если эти цели не пытаться ставить перед собой и перед цепочкой поставок, то мы их не достигнем абсолютно точно. Поэтому мы, скорее, склонны ставить более амбициозные цели и пытаться к ним прийти. Если говорить несколько более конкретно о российской действительности, то, что близко к пониманию наших участников нашего форума. Сельское хозяйство. Мы часто говорим, что Пепсика – это, в принципе, сельскохозяйственная компания, потому что в России мы являемся наиболее крупным переработчиком индустриального картофеля, одним из наиболее крупных потребителей сырого молока. В связи с этим большое количество проектов и инициатив мы посвящаем сфере сельского хозяйства. Я приведу буквально несколько цифр. Уже говорили коллеги о том, что производство и выращивание продуктов питания – это один из наиболее существенных вкладов, вносит в углеродный след глобальный. Мы в данном случае не являемся исключением. Если говорить о нашем секторе Европы, больше 40% тех выбросов, которые ассоциируются с нашей деятельностью – это сфера сельского хозяйства. Я бы сказал, что это самая крупная сфера, и это предопределяет в том числе наши приоритеты. В России мы сейчас активно занимаемся созданием в молочной отрасли стандарта благополучия животных. Это достаточно актуальная тема на глобальном уровне. Для России достаточно новая тема, но тем не менее важная, поскольку она работает и на устойчивое развитие в сельском хозяйстве в целом, но и на снижение углеродного следа. Потому что это может показаться логичным, что, как и в случае с рыбой, более счастливые коровы тоже дают меньше след в окружающую среду или больше молока. Конечно, мы это делаем не одни. Конечно, мы это делаем с нашими коллегами по индустрии. А вторая большая история, которую я бы хотел упомянуть – это… Все мы понимаем и неоднократно говорили, что мир становится гораздо более электронным, гораздо более то, что мы называем словом «digital». Поэтому вопросы точечного земледелия и как выстроить работу так, чтобы мы могли работать с агрономическими решениями, например, с конкретными фермерами, а не просто с какой-то широкой географией. Если не сказать с конкретными полями, для нас это очень важное направление деятельности. На сегодняшний момент в картофельной программе уже запущена технология точечного земледелия iCrop, когда мы имеем прямую связь с нашими сельскохозяйственными партнерами, когда мы можем давать рекомендации, исходя из того, что происходит в окружающей среде, в погодных условиях, практически в режиме реального времени. Очень важно, мы уже видим результаты этого как на операционных результатах, так в том числе и на программу устойчивого развития. Если говорить, немножко двигаться дальше, говорить о цепочке поставок, здесь я бы сказал о двух основных историях. Во-первых, так же, как и многие передовые компании, мы сделали паблик коммитмент сократить углеродные выбросы компании «Пепсика» в глобальном масштабе на 40% к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности к 2040 году. Как вы видите, это существенно опережает, скажем так, обязательства многих государств в свете Парижского соглашения практически на 10 лет. Очень амбициозная цель. Вторая большая история в устойчивых цепочках – это упаковка. Об этом уже говорила Надежда. Здесь мы говорим сейчас о двух основных вещах. Первая полностью совпадает с коллегами из ритейла и с коллегами из «Магнита». Мы хотим достигнуть 100% перерабатываемой упаковки к 2025 году, но также активно работаем над введением вторичной упаковки в повторный оборот, в том числе с партнерами по цепи поставок. И для нас это очень важные инициативы. Мы понимаем, что ни одну из этих инициатив невозможно сделать силами одной компании. Ну, опять же, если говорить в цифрах, мы любим говорить в цифрах, компания «Пепсика» является на сегодняшний момент крупнейшей компанией категории напитки и пищевые продукты зарубежные в российском бизнесе. Тем не менее, например, наш объем, выпускаемый на рынок упаковки, это менее чем 2% от рынка. То есть это отвечает на вопрос, говорит само за себя, о том, насколько важно объединение усилий и в том числе внедрение инновационных решений, но также и вовлечение с помощью ритейла и самостоятельно с помощью рекламных и маркетинговых инициатив наших потребителей в эту историю. Если говорить о конкретике, по углеродному следу программа комплексная. Мне бы не хотелось сейчас создавать впечатление, что это такая легкая история, которую мы быстро достигнем в следующие два года. Да, мы делаем многое, мы существенно за последние пять лет путем вторичного использования таких вещей, как производственное тепло и так далее, значительно снизили потребление электричества и энергии в целом на единицу выпущенной продукции. Но этого совершенно точно будет недостаточно. Сейчас мы начинаем смотреть в сторону транспортировок, в сторону упаковки, в сторону сельского хозяйства, как я сказал. И там понадобятся более активные партнерские интегрированные программы. Многое будет зависеть от того, какую регуляторную и партнерскую среду нам удастся выстроить вокруг этой проблемы, которая актуальна для всех. Что касается упаковки, то здесь, конечно, могу привести несколько успешных опытов. Ну, во-первых, крайне важно то, о чем говорила Надежда. Первое, с чего мы начинаем, это дизайн. То есть прежде чем даже думать, как ее переработать, надо постараться сделать так, чтобы она была легко перерабатываемой. И, в принципе, относилась к категории перерабатываемой. Здесь есть совершенно конкретные действия. Мы при запуске новых продуктов и, собственно, в том портфеле, который уже есть, активно меняемся. Ну, в частности, в качестве такого яркого примера, более молодая аудитория знает хорошо бренд Mountain View, который на сегодняшний день продается в пете такого ядовитно-кислотного цвета. Вот мы собираемся, несмотря на то, что это считается визитной карточкой бренда, можно сказать, мы, тем не менее, будем отказываться от этого цвета для того, чтобы возвращать эту упаковку во вторичный оборот. Это всего лишь один пример. Наш напиточный бизнес в первом квартале 2022 года уже полностью перейдет на упаковку, которая подлежит переработке. Есть, конечно, более несколько проблемных моментов, связанных с типами упаковки, такими, как гибкая пленка для упаковки снеков, такими, как упаковка асептический картон для молочной продукции и для соков. Здесь нужно гораздо больше технических решений, инфраструктурных решений. Опять же, что мы делаем конкретно в этом направлении? Мы, говоря о том, что один в поле не воин, мы создали игроками FMCG ассоциацию РУСПРО, которая активно инвестирует и уже не первый год в развитие реальной инфраструктуры сбора и переработки, в том числе концентрируется на более сложных типах упаковки, а не только на том, что является таким более легким в переработке. Поэтому достаточно комплексная программа уже в движении сейчас. Ну и, конечно, последнее, о чем мне хотелось бы сказать в области цепей поставок – это вовлечение покупателей, вовлечение потребителей. Мы действительно верим в то, что потребитель должен знать, понимать и более активное участие принимать, в том числе в экономике замкнутого цикла, в возврате вторичный оборот. Я бы сказал, что было бы неправильно здесь действовать к вопросу, который задавался Надежде, только методами такого кнута. Там давайте вы будете платить больше, если вы не делите. Прежде всего нам нужно потребителю обеспечить возможность раздельного сбора, а потом уже, так сказать, выстраивать какие-то системы, которые будут ограничивать нераздельный сбор. Вот в этом направлении, конечно, нужно действовать, объединяя силы со всеми участниками и с государственными регуляторами. Но помимо этого для нас очень важно, как мы иногда говорим, достучаться до каждого конкретного потребителя. И, например, мы запускаем совместно с партнерами такие программы, как «Утилизируй правильно», когда вы можете на нашей бутылке отсканировать QR-код и с помощью доступных интернет-карт получить как раз тот самый доступ к ближайшей точке раздельного сбора. А также немножко побольше узнать о типе упаковки, которая оказалась у вас в руках, что с ней надо делать и почему это важно. Спасибо большое, Александр. Если можно, коротко ответьте, пожалуйста, как вы собираетесь сделать байкаров более счастливыми? Коротких вопросов здесь нет. Это комплекс факторов, безусловно. Но прежде всего здесь идет речь о применении таких стандартов, которые называются Global Animal Welfare, то есть благополучие животных. И там существует несколько таких базовых факторов, которые мы традиционно думаем, что они важны для людей, но они важны в том числе и для животных. Например, ограниченная, но свобода передвижения. Есть разные типы содержания коров. Мы сейчас не будем вдаваться в эти нюансы, но тем не менее это будет целая существенная программа совместно с другими участниками рынка. Замечательно. Желаю вам успехов в ней. И теперь я бы хотел передать слово генеральному директору МТКБ «Стрелка» Денису Леонтьеву. Денис, с одной стороны, люди производят все больше отходов, горожане, я имею в виду. А с другой стороны, они становятся более экологически сознательными, хотят каких-то новых фишек от сетей, чтобы они могли вести более экологический образ жизни. Вот какие тенденции будут определять развитие городского ритейла в ближайшие десятилетия? Спасибо большое. Но я бы ваш вопрос, если можно, разделил бы на две части. Потому что, мне кажется, есть одна проблема большая – это проблема мусора. А вторая история – это про CO2-нейтральность, про COP26 или цель устойчивого развития. И то, что стадия, на которой мы находимся сегодня с точки зрения переводки мусора. Ну, а я бы сказал так, она начальная. У нас всего 5% всего мусора, который производится городами, такого, он перерабатывается. Это катастрофически низко. Если мы говорим про то, а что, собственно, с этим мусором делать, ну, в мире существует некая иерархия того подхода к этому мусору. То есть, самый базовый, или, как сказать, минимальный – это мы их захораниваем, или мы его там сжигаем. Вот это то, о чем мы сегодня беседуем. Второй уровень – это как мы трансформируем этот мусор в дополнительную энергию, например. Третий уровень – это, собственно говоря, переработка. Таким образом мы пластик одного типа перерабатываем, упаковку перерабатываем в пакеты. Дальше идет это повторное использование. Но самое важное, собственно, верх пирамиды – это то, как нужно перевернуть вообще восприятие мусора. А как на моменте производства товара создавать товар таким, чтобы он не стал мусором. Да, и, собственно говоря, вот это, как бы, ну, ключевая задача, которая стоит перед и производителями товаров, и перед ритейлерами о том, чтобы думать изначально о том, что они производят, или той ценности, которую они создают, так, чтобы она не превращалась в мусор. Только таким образом мы можем с этой историей справиться. И, конечно, у нас получается всегда, ну, мы, с одной стороны, говорим, все всегда очень правильные вещи, с другой стороны, вот есть пандемия и есть маски. Мы можем бороться с пакетами, но объем масок, которые производят сегодня глобально в мире, и то, как они влияют на объем мусора, который был, ну, большой. Вторая история связана, как бы, вот, ну, сейчас я перейду, когда мы говорим про компании и про города, то есть здесь тоже надо понимать, мне кажется, объем импакта или, как бы, эффекта, который производят корпорации. Ну, несколько тысяч, там, я сейчас точно не помню, две с половиной или три тысячи корпораций, это большинство импакта на, вот, цели устойчивого развития и доведения до СО2-нейтральности. То есть, конечно, когда, это очень важно, малые, маленькие дела, когда мы заменяем трубочки в наших коктейлях из пластиковых на бумажные и так далее, но тот эффект, который на СО2 производят глобальные корпорации сегодня на экологию, он несоизмеримо больше, да, чем вот это, ну, важные наши маленькие инициативы, о которых мы с вами говорим. Поэтому здесь вот этот баланс тоже нужно понимать и не только все говорить о производителях, о потребителях, да, давайте вы теперь будете там более экологически, но как бы, ну, и понимать вообще, какой импакт производит сегодня промышленность на цели устойчивого развития. Вот, если перейти ко второй истории про города, в которых я, ну, как бы чувствую себя более, так сказать, комфортно, и к теме это мне ближе, то мы сегодня что видим, как влияет, как бы, вот эта повестка на города. Три концепции городов сегодня, которые запускаются в мире и которые, ну, мы, прежде всего, говорим, иногда про развитые страны или про, ну, или там, как бы, верхний эшелон развивающихся стран. Это, как бы, СО2 нейтральный город, концепция, которая сейчас начинает активно внедряться. Это 15-минутный город и это город замкнутого цикла или циркулярный город. Если мы говорим про СО2 нейтральный город и как это с ритейлом связано, одна из историй, которая сейчас делается огромный фокус в городах, это, собственно говоря, оценка логистических цепочек, то есть, что мы производим в городе и дистрибутим, то есть, вот этот урбан фарминг, что производится в городе, как это распределено, а что в город импортируется, да, и доставляется через централизованное. Тут не все однозначно, то есть, грубо говоря, не всегда лучше с точки зрения СО2 нейтральности растить клубнику на, там, не знаю, на тысячи фермах вокруг города, чем централизованно привезти ее в один спортивный центр. То есть, здесь есть много вопросов, которые, как бы, эти модели, они неоднозначны, да, и вот этот баланс, он сейчас находится, и города ищут, а, собственно говоря, как должна выстроена быть логистика или снабжение города продуктами, как она должна быть товарами, чтобы вот эту СО2 нейтральность нам достичь. Вторая история – это, собственно говоря, вот этот 15-минутный город или то, что мы говорим экономикой повседневности, вот нашей пешеходной доступности, те товары и те услуги, которые мы можем потреблять для того, чтобы минимизировать свои перемещения в городе, мобильность, которая тоже влияет сильно на цель устойчивого развития, там, 30% из-за логистики внутренней только этих эмиссий происходит. Поэтому, с одной стороны, а с другой стороны, меняется подход к потреблению или покупке товаров, да, то есть, если раньше, как бы, это все было, мы куда-то едем, чтобы что-то потреблять, то сегодня, как бы, это 50 на 50. 50% всего едет к нам в точку, а не мы куда-то там путешествуем, да. Соответственно, вот это тоже, на самом деле, очень сильно влияет на упаковку. Я беседую много с разными компаниями из ритейла и технологическими компаниями, которые сегодня переосмысляют, на самом деле, ритейл во многом. И тут не только надо меняться FMCG классическому, становиться цифровым, но, на самом деле, мы видим, как цифровые компании, те же самые как Амазон, становятся, как бы, ритейлерами, да, ну, физическими, то есть, у них есть точки продаж и так далее. То есть, это какой-то обоюдный процесс, и кто из них быстрее успеет, это еще большой вопрос. То ли, как бы, Амазон станет FMCG компанией, то ли, как бы, перестроятся ритейлеры. Но здесь что мы видим? Одна из историй, а, собственно, а что такое упаковка? Потому что маркетинговая концепция упаковки, она изменилась. Сегодня у вас, ну, в планшете, как бы, есть картинки, вам их достаточно, да? А гроб в сто лет мы занимались совершенствованием упаковки, чтобы она привлекала человека, и он купил вот это, а не вот это. Вот эта идея упаковки, она пропадает. Когда она ко мне, ну, товар ко мне пришел домой, мне эта упаковка не нужна. Ну, то есть, она не является для меня маркетинговым инструментом. Да, я хочу ее вернуть, поскорее от нее избавиться, а не копить вот эти, как бы, ну, не знаю, килограммы макулатуры. Соответственно, возникает обратная логистика, которой сегодня нет вообще, как бы, она как тема практически, ну, не дискутируется. Но чья ответственность, вот тот, как бы, та упаковка, которая у людей от доставки возникает? Это ответственность того, кто это привез? Это ответственность производителя? Это ответственность магазина, который это продает? Или человека, да? Да, и тут тоже, как бы, это большой вопрос, как бы, ну, мы заставим, как бы, вот, заставить людей, там, не пользоваться какими-то историями. Но здесь, мне кажется, гораздо больше может делать бизнес, чем просто, ну, вот, как бы, заставить города и людей сортировать мусор. Да, то есть, вот, обратная логистика, суперважная тема, которая, как бы, мне кажется, будет все больше и больше актуальна. Кстати, ну, таких примеров, вот мы проводим исследования в городской среде, это не только касается товаров в квартиру. Мы сейчас видим, сколько люди в общественные пространства начинают заказывать, ну, особенно еды в летний, там, или весенний период. И они заказывают не из ближайших магазинов, они, так сказать, заказывают это, или кафе, а из тех мест, где лучше цена, и он может ехать там через весь город и привезти ему пиццу в центр Москвы, и она будет дешевле, чем во всех окружающих, ну, кафешках. А что делать с этой упаковкой? Мы видим, в разы выросшие объемы в популярных местах мусора, с которым не город, то есть, это надо пересматривать городу, целую концепцию, да, но, опять же, а где есть ответственность того, кто это доставил, того, кто это произвел? И вот этот, как бы, баланс новый, он должен искаться, им нужно заниматься, как бы, на системном городском уровне. Третья история, то, что мы говорили, это, собственно говоря, экономика замкнутого цикла, или, как бы, городская экономика замкнутого цикла, да, здесь важнейшая, опять же, история. Что мы производим, что мы импортируем? Может быть, ну, это автортический город, город полностью замкнутого цикла, который ничего не привозит в себя, вся энергия производится в городе, все товары производятся в городе и так далее. Ну, наверное, нет, да, но и тот подход, который был раньше, что мы, собственно говоря, не знаем, тащим из Китая автомобили, которые производятся потом по всему миру, или это тоже будет пересматриваться. То есть, логистические цепочки между мегафакториз, которые вот упоминались сегодня, и микрофакториз, то есть, что производит город, какие товары производятся непосредственно внутри него, как они становятся экологическими и так далее, какая дистрибуция этих микрофакториз возникает. А что остается гигафакториз, которые, ну, обеспечивают такие крупные поставки, как бы, по всему миру? Здесь вот этот, как бы, находит сейчас процесс переосмысления, эти два тренда идут параллельно, да, то есть мы сейчас видим, что большое количество компаний отказывается от мегафабрик в пользу микрофабрик, производящих непосредственно товары в городах, потому что сегодня это экологически чистое производство может быть, оно не так диссонирует с общественной застройкой или с жилой застройкой и так далее. Вот, и, собственно говоря, вот эти вот три вещи, мне кажется, это то, что сейчас начинает происходить во многих городах, вот то, что я, как бы, беседую там с людьми, которые занимаются, естественно, городским планированием, работают с компаниями, которые переосмысливают всю логистическую цепочку внутри городов, вот следующие 30 лет это будет колоссальный сдвиг, да, то есть, ну, у нас, может быть, это будет 50-60 год, но мы увидим, как бы, передовые города, там, 30-х, колоссальный сдвиг вообще в том, как мы живем, как мы потребляем, что мы потребляем, что из этого, то, что мы потребляем, ну, приезжает к нам, да, что, как бы, остается здесь. Я уверен, что, как бы, наши ритейлеры, ну, в ближайшее время это уже будет нормой, что прямо микрофермы будут находиться внутри ритейловых центров. Это тоже, как бы, история, которая будет возникать. И вот эти вот, ну, изменения, они, вот, правда, мы сейчас, какая-то критическая масса решений, она, в принципе, уже есть, да, и следующие 20 лет, если они будут активно реализовываться, а то, что я вижу в мире, они активно сейчас интегрируются, то это будет совершенно, ну, какого-то другого типа город, чем то, что мы привыкли жить, вот, как бы, такой город 20-го века. Спасибо. Денис, вы так интересно обрисовали наше возможное будущее, что я бы с радостью продолжил бы эту беседу, у меня даже, бы, появились вопросы, но, к сожалению, время нашей дискуссии подошло к концу, и в конце я бы хотел еще вот ответить на этот вопрос, который бы поступил в чате для меня. Максим Эдвеличко спрашивает, как вы оцениваете эту концепцию? Кто-то произвел, тот и утилизирует. Максим, ну, я очень положительно отношусь вот к этой вот концепции, это правильно, но, с другой стороны, и потребитель тоже должен внести свою ответственность. Сегодня в России он, в общем-то, эту ответственность внесет, платит за вывоз мусора. И тут уже это государство вместе с гражданским обществом и с бизнесом должно определить, кто и сколько должен платить за утилизацию, кто платит мало, кто много, и принять решение, которое всех устроит, тем более, что это у России есть отличная возможность посмотреть на опыт западных стран, что у них получилось, что нет, и взять самое лучшее. Я бы хотел поблагодарить всех участников нашей замечательной, очень интересной беседы сегодня и пожелать всем успехов в осуществлении планов, а также, чтобы благоприятные прогнозы сбылись. Всего вам доброго.